всем привет сегодня обзором столе комикс через лес эмили кэррол издательство jellyfish jam данное издание вышел на русском 2017 году оригинальный комикс вышел 2015 году получив свое время премии игнаться и айснера что довольно неплохо именно счет премия про комиксы узнал поскольку каждый год уже довольно много лет пытаясь цеплять какие-то актуальные работы чтобы быть в трендах теме все таки это мое очень важное для меня хобби издание данного комикса для меня вообще принципе был довольно непопытным поскольку я о нем рассказывал воскресном чтиве была такая рубрика до того ки заводушную пятницу потому что большие тексты читать никому не интересно мне очень сложно их писать и в этом нет никакого смысла и в общем то но это были тысячи там 15 16 соответственно 17 года потому что вопреки мнению многих на канале канал это такая отдельная субстанция мы его завели с димой с 2018 году опять же с подачи уговора дима честно это было так поскольку видео контент я лезть не хотел но он оказался самым таким удачу для нас теперь а сайт я завел намного ранее это был 2015 год первые два года было очень туго потом как-то потихонечку все пошло поэтому в следующем году будем праздновать проекты юбилей так вот я ушел немножко сторону просто коми действительно ассоциируется с такими вот интересными воспоминаниями я также помню как этот комикс и джерри фиджент а только родившиеся кажется анонсировали его 2016 году на первом бигфесте в питере и в общем-то много много интересных воспоминаний грустненько тем не менее становится того что комикс по сути вышел 17 году сейчас на дворе тысячи двадцать четвертый год этот комик стоит по 200 рублей там в тех же чеки гики двадцать восьмом книжка с картинками ну вот в общем-то в комик шопах любых вы просто вот распространяют как вот уже остатки того что остался джерри фиджем но и при живом издательстве в общем-то очевидно не особо покупали как мне кажется раз вот такая проблема была продать 200 раз завод 7 7 8 лет но не суть в общем-то это такой трёп мой на рефлексировать для меня это так показатель наверно такого состояния вообще индустрии в принципе комиксов у нас поскольку все-таки конечно несмотря на четкий сегмент для этой работы становится грустно того что так мало человека не знают и не хотят просто что-то новое для себя открыть ну опять же этим мы на канале занимаемся поэтому к этому я и приступаю данная работа охренительно оформлена просто посмотрите на издание опять же семнадцатый год это могли себя немного больше позволить чем сейчас на самом деле много больше лак потому что это тп башка то есть мягкая обложка trade paperback как американцы говорят при этом здесь шитая сигнатуру той сами тетрадки на нитках помимо лака здесь еще и клапанов здесь есть еще вот такое тиснение конгрев наверное получается внутри выдавлена здесь приподнята соответственно спустя и мама-папа вот вошел в паз оттиск и выдавил это все красиво ну я опять же полиграфии какой черный цвет смотрите это просто вообще без какого-то выше бы без всего это глянет супер густой аппарата пресс по-моему это печатали короче просто охренеть вообще вот плане издания чисто смотришь думаешь их было время конечно тоже что-то издают но но не комиксы не мягкой обложки и не так как мне кажется поэтому здесь такой срез истории бумага действительно как старых библиотечка dark horse американских вообще просто абсолютно топ ребят эстетика вот как она есть опять же данная работа весьма специфичная по каким-то аспектам хотя не могу сказать что есть какие-то не специфичные комиксы также как и не специфичные книги все какой-то мере в чем-то специфичным после такого маленького вступления про страх моста под кроватью начинается в общем-то просто в линейном порядке несколько историй онтологии между собой никак не связанных кроме тематики какого-то первобытного страха имели кэррол очень любит разные эпохи у нее в принципе такой фетиш на историю да можно сказать поэтому здесь все происходит в разное время как видите да и в разные даже стилистически такие эпохи и страны здесь по сути идет такой наверное какая-то может быть европа наверное начало скорее всего двадцатого века конца девятнадцатого не особо я в этом разбираюсь новым не ощущение что где-то эти годы есть такая в общем-то и готика тоже любимое направление кэрол в принципе в плане одежды и всего остального такая как это называется европейской котика как там правильно говорить они полностью не очень в этом шарю вот в общем то здесь уже нами ближе к чему-то из не викторианскому то где-то вот там близко по годикам и тот чуть более современно уже ближе к нашим дням в конце все истории опять же в дни первобытным таким страхом мне очень нравится так как кэрол пришла из все-таки веб комиксов и и работа с панелями то есть для нее спич бабло не являются каким-то условием делать комикс как часто это ну обусловлено да в формате особенно американском в первую очередь когда ну комикс рисуется сразу планируется место под бабло обратить внимание здесь часто текст идет по панелям в негативном пространстве то есть на белой пустой странице или черной пустой странице да в данном случае тоже и все очень на первый взгляд сумбурно но на деле просто вот как поток сознания как нечто такое плавное переходящие в этом плане даже при наличии панели у кэрол больше всего мне не нравится в ее стиле то что опять же обратить внимание себя перебью скругление краев это вот все передача еще нюанса какие-то вот действительно классные детали то здесь вот например смена плана да то есть показывают не персонажа ключевого здесь а показывают какие-то другие отдельные места меняют формат панелек то есть их две места одной становится и они скругленные потом опять же вроде как мы видим то же самое что здесь но панели еще сильнее за ужин то обратить внимание так вот они идут да если смотреть на основной фон без этих двух панелей то есть управление градиентом идет и в этом плане у кэрол очень много классных вещей то есть даже с самых простых страницах есть какие-то вот маленькие приятные нюансы связаны с типографикой связаны с цветом с текстурами заливка вот опять же композиция да обратите внимание какие большие буквы и как вот на персонажа все это давит как создает дополнительно атмосферу это помимо опять же ритма с белыми и черными страницами которые тоже по-своему читатель дает интересный такой экспириенс довольно неприятный в какой-то мере наоборот по специально неприятно скажем так вот тоже потрясающая иллюстрация которых растекают в основу обложки отчасти тут стилистически все это кладется первобытный страх здесь конечно ключевую роль играет поскольку такие вот мелкие вещи ну то есть кто из нас реально в действии не боялся что из-под кровати тот у нас за ногу схватит откуда это все берется понимаете откуда также какие полностью жальстики работы да какие то вот вещах вроде всех этих кукол оживших пупсиков вроде этих масок фарфоровых стремных вроде длина длинноволосых девок стоящих в коридоре ну то есть почему-то эти вещи на нас работают да это как бы я не ученый я не психолог просто вот ну и опять же хорроры совершенно точно не мой любимый жанр но есть отдельный автор отдельные произведения которые мне дико нравится я прям носить на собой их читаю ну в этом тоже есть определенное эстетическое удовольствие наверное немножко себя иногда выводить зоны комфорта не тоже посмотрите как красиво покраска здесь конечно вообще половину всего определяет помимо композиции прочего потому что но это действительно свежо это сразу считывается как все-таки больше веб-комикс чем традиционный есть такой момент и в дальнейших работах кэрол стиль конечно выдержит совершенно вот такой же классный но чуть больше стало деталек то есть то что здесь она делала вот на таких вот вещах впрочем и веб своих комиксов сейчас современных вот работа вроде опять же gest in the house намного менее наблюдается но при этом сам стиль вообще не поменялся то есть те же самые разные глазки зависит характер персонажей те же самые странные панели те же самые параноидальные вот эти вот мысли такой ключевой наверное ее прием это Это вот работа через персонажей, через их мысли, через, опять же, сомнения в себе. То, что людей в реальной жизни, не в подстороннем, да, не в сверхъестественном, а в реальной жизни напрягает и пугает. Есть что-то более такое сюрреалистичное. Ну и, в общем-то, здесь Эмили, что называется, оторвалась на всю катушку. Докого здесь книжки нету. Вот, оторвалась на всю катушку. Очень атмосферное, классное здесь послесловие идет. Вот, к слову, вы знаете, миллион раз смотрел на таблошку, просто миллион раз. И только вот увидев ее вот сейчас на обзоре с вами, я заметил, что здесь дым идет в форме волка. Да, я понимаю, что это странно звучит, но я действительно ее, даже вот будучи в профессии, связанном, скажем так, с визуалом, я действительно только сейчас это увидел. Настолько здесь как бы все богато на какие-то нюансы, на интересные вещи, на символизм в книжке, и что его столько, что ты, ну, не знаешь, на что обратить внимание, на цвет, на историю, на какие-то нюансики, на текстуры, на графику самому по себе. Опять же, на типографику, вручную здесь. Ну, здесь, наверное, адаптировали ребята наборными шифтами, но не суть. Может быть, кстати, и вручную рисовали. Вполне может быть, здесь все весьма красиво сделано, органично. В общем, я горячо всем рекомендую этот комикс. Не могу что-то еще даже добавить. Абсолютно потрясающая работа. Если вам как бы не чужда вот эта стилистика, да, Кэрол такая немножко, наверное, в чем-то мультяшная, будем так говорить, где-то опять же. Но скачки, ребята, между вот этой жутью и мультиками здесь, конечно, потрясающая и очень такая диссонансная по, опять же, вообще всем-всем-всем аспектам. В первую очередь, это, конечно, иллюстративный ряд и сама форма такого немного рваного и околодневникового, наверное, нарратива. Ну, и концовки всех историй, конечно, очень классные, поскольку здесь истории действительно такие стремные. На этом, наверное, все. Спасибо, что смотрели. И до новых встреч. Продолжение следует...